Всем привет! Сегодня я хочу показать вам куколок, которых я сшила за последнее время. Первая это вот такая куколка. В ее тельце я добавила немного металлического гранулята, чтобы она стала потяжелее и устойчиво сидела. Я просто добавила немного металлического гранулята вместе с набивкой. Он немного просвечивает сквозь ткань. Эта куколка пока не готова, у нее нет ручек и ножек. Также хочу показать вам ручки и ножки, которые я слепила. Вот эти ручки я пробовала слепить из самоотвердевающей массы. Они получились не очень хорошие, их нужно еще очень долго шкурить. Я слепила их, воткнула внутрь зубочистку, вставила в фольгу и сушила в таком положении. А потом зубочистку я вытащила и в нее можно вставить проволочку, чтобы рука могла сгибаться. Также я сделала небольшой желобок для крепления ткани. Как можно заметить, эти ручки получились не очень хорошие и неаккуратные. Их нужно еще очень долго шкурить, чтобы они стали гладкими. И вообще из этой массы очень сложно лепить. У меня вот такая Fimo Air белого цвета. Мне не очень понравилось лепить из нее, она вся размазывается по рукам. И вообще из нее очень сложно лепить. Гораздо больше мне понравилось лепить из запекаемого пластика. А вот эти ножки и ручки я слепила уже из запекаемого пластика. К сожалению, я переборщилась с температурой в печке и ножки слегка подгорели снизу, но я думаю, их можно отшкурить. Я также сделала желобок и запекала я их на зубочистке. Но, к сожалению, вытащить ее не смогла, она очень прочно припеклась к глине. И вот такие ручки. На этой руке подгорели пальчики. Надеюсь, что это можно будет счистить. Это были мои самые первые ручки, которые я слепила. Поэтому они получились немного разные и не очень аккуратные. Ручки из запекаемого пластика выглядят гораздо лучше, чем из самоотвердевающего. А этот желобок я проделала просто зубочисткой. За него я буду крепить ткань. Лепила я эти ручки и ножки из вот такой глины Fimo Soft. Мне тяжело разминать глину, а Fimo Soft гораздо мягче, чем обычная глина. Ножки и ручки немного потемнели после запекания, но это все из-за того, что я переборщил немного с температурой. На моей печке мало делений с градусами. Ну, конечно же, эта ткань светлее, чем пластик. И поэтому, когда я буду покрывать клеем ПВА, я также добавлю немного цвета. Эту куколку я сшила из такой ткани цвет на новая кость. Она получилась очень светлая. Эта ткани очень хорошая, очень хорошо тянется и плотная. Бывают разные оттенки. Вот этот слишком светлый, на мой взгляд. Эти ручки и ножки я слепила уже позже. Здесь, к сожалению, тоже немножко подгорел один пальчик, и он как будто бы уменьшился слегка. Я сделала несколько размеров, поменьше и побольше. И также разные размеры ножек. На этот раз температуру я подобрала лучше. А на одной ножке я, к сожалению, забыла сделать желобок. Но зубочистки также не удалось вытащить. И вот эта куколка, я уже пришила ей ножки и ручки. И нарисовала лицо. Пожалуй, я его немножко перетемнила. Я загрунтовала ее лицо клеем ПВА с акриловой краской. Эта куколка отлично сидит сама. Но стоять она, конечно, не сможет. Ножки этой куколки я пришила потайным швом к телу. А в коленях сделала небольшую утяжку. Еще у меня есть вот такая куколка. Ее я попробовала сшить из хлопка телесного цвета. А, этой куколке, кстати, я приклеила реснички настоящие. Мне не очень понравилось сшить из хлопка, так как он очень тонкий. И постоянно норовит разойтись в швах при набивке. Эта куколка тоже отлично сидит. В коленях я ставила бусинки. Это еще одна куколка. Самая маленькая. У нее получилась очень милая личика, на мой взгляд. Ей ручки я пришила на пуговках. А ножки, как у первой куколки, потайным швом к телу. В коленях я вставила бусинки с Алиэкспресс. К сожалению, ей в тело я не добавляла гранулят. Поэтому сама сидеть она не сможет, только с опорой. А у этой куколки ручки и ножки на пуговках. И еще одна моя куколка. Эта мне нравится больше всех. Ей я тоже приклеила настоящие реснички. И ножки, и ручки из полимерной глины. Но ножки я пришила с помощью пуговичек. И сделала утяжку в коленях. А ручки пришила, как в первой куколке. У них немного ограниченная подвижность, но тем не менее они могут двигаться. Также внутрь я вставила проволочку, чтобы можно было сгибать ручки. Эта ткань гораздо больше подходит по цвету к полимерной глине. Это, если я не ошибаюсь, розовый-бежевый. Мне больше всего нравится этот оттенок. Я очень довольна этой куколкой. Мне кажется, она получилась очень хорошая. Ножки у нее болтушки. Я не добавляла в тело гранулят, но она все равно очень хорошо сидит за счет того, что ножки у нее тяжелые. И еще одна куколка. Ей я еще не делала лицо. Ей я также добавила гранулят для утяжеления, и он просвечивает через ткань. Надо как-то придумать, сделать так, чтобы его не было видно. Он очень черный, но зато тяжелый. Ножки и ручки я пришила на пуговичном креплении. В коленках бусинки. Эта куколка тоже отлично сидит сама. Мне очень нравится, как получилось. А в ручки я вставила проволоку, чтобы их можно было сгибать. В Леонардо я купила специальную проволоку шини. Она вот такая мягкая, и поэтому ручки можно практически не набивать. К сожалению, в наличии были только вот такие яркие цвета, либо совсем блестящие, похожие на елочную мишуру. Вот таких куколок я сшила за последнее время. А это моя вторая куколка. Кстати, вот эту куколку я сшила по такой же выкройке, только выкройку головы я разместила так, чтобы ткань тянулась вдоль, а не поперек. Поэтому лицо получилось более вытянутым. И также я изменила выкройку ноги. Я сделала ее чуть длиннее и потоньше. И немного удлинила ручку. Этой куколке я решила тоже приклеить настоящие реснички. Мне кажется, с ними смотрится очень здорово. И взгляд сразу играет. Ну и, конечно, моя самая первая куколка. Ее я решила назвать Пенелопа. И еще вместо вот такой небольшой недошитик с большими ушами. Из той же ткани очень светлая слоновая кость. И я уже сделала ей ножки. Здесь я использовала бусины, которые купила в Леонардо. Они очень аккуратные и как будто покрыты лаком. Очень здорово смотрятся. Но, пожалуй, для такой толщины ножки они слишком большие. И поэтому я решила купить такие же бусины поменьше. Я взяла диаметром 11 мм и 13 мм. А первые бусины у меня были 15. И теперь я буду подбирать куколкам волосы. Эти прядочки я сделала из пряжи. Это 100% акрил. И я вычесала их с помощью кошачьей расчесочки. Вот такая пряжа. Она очень толстая. Главное разделить ее на отдельные ниточки перед тем, как вычесывать. Эта пряжа состоит у меня из 4 ниточек. И она вычесывается лучше всего. И она еще имеет небольшой такой блеск. Как будто бы с люрексом. Смотрится очень здорово. А пух, который вычесывается, можно использовать в качестве набивки. Мне кажется, этой куколке очень пойдет рыжий цвет. По-моему, очень подходит к ее лицу, к ее глазам. Смотрится очень классно. Даже несмотря на то, что личико у нее получилось не самое лучшее, на мой взгляд. Но волосы ей очень идут. И этой куколке тоже очень идут эти волосы. Мне кажется, просто здорово выглядит. Мне очень нравится, как это будет. Мне очень нравится, как это смотрится. И этой маленькой куколке они тоже подходят. Вообще, мне кажется, этот рыжий цвет идет всем куколкам. Очень уж мне нравятся получившиеся прядки. Еще у меня есть вот такая пряжа. Это уже не 100% акрил. Здесь не 100% акрил. Я не помню точно состав. Эта пряжа плохо вычесывается. Хотя для кукол, в принципе, такие волосы вполне могут быть. Она тоненькая и на отдельные ниточки практически не разделяется. Еще сегодня я купила вот такую пряжу. Она очень похожа на мою рыжую. И, по-моему, это та же самая фирма. Она очень толстая. И ее также можно разделить на 4 ниточки. Я думаю, она будет очень хорошо вычесываться. И еще вот такую пряжу я купила. Мне очень нравится, как выглядит. Мне кажется, здесь даже не нужно использовать щеточку. Она сама по себе уже выглядит, как волосы. Очень красивый цвет. Такой нежненький. И на ощупь она очень-очень приятная. Мне прям очень нравится эта пряжа. Я думаю, с нее получатся отличные волосы. Очень мягенькая и приятная на ощупь. И раз уж я вам показываю, что я сегодня купила, покажу вам еще и ткань. Это 100% хлопок. С небольшим рисунком. Здесь мелкие буковки. Мне очень нравятся ткани с мелким рисунком. И для кукол они подходят просто идеально. И еще вот эта просто супер новогодняя ткань. Тут также 100% хлопок. С елочками, серебряная. Прям вся переливается. Я практически через день захожу в Леонарду в поисках новинок, каких-нибудь новогодних тканей. И давайте заодно я покажу вам ткани, которые я взяла у мамы. Каждый раз, когда я приезжаю домой, это как попасть в бесплатный магазин. У нее очень много тканей, огромные стеллажи, самых разных расцветок с рисунком. И я просто набираю себе, отрезаю кусочки. Это сплошное удовольствие. Очень красивые ткани в горошек, в клеточку. И еще вот такие в полосочку. Пожалуй, рисунок немного крупноватый, и эта ткань грубая. Но ее можно использовать, например, для плащика. Ну а на этом пока что все. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok